всем привет из берлина добро пожаловать на мой канал еще в гундосе что-то с голосом никак не нормализуется но ничего страшного самочувствие уже нормальная можно сказать сегодня в очках видите так то эти у меня контактные линзы но иногда надо делать паузу и одевать очки вечером да вот одеваю очки поэтому не удивляйтесь иногда в очках ну сегодня какие планы говорила же да хочу вафли сделать надо сейчас покопаться найти рецепты теста слышала что должно тесто постоять чтобы вкуснее были вафли поэтому тесто сделаю чтобы после обеда вафель пожарить но сейчас позавтракаем и посмотрим еще какие дела сегодня и воскресенье день нерабочий надо отдыхать поэтому только так по мелочам робин работает молодец инго чистит гриль видите как хорошо гриль иметь но его надо постоянно чистить все вот это выбывать иначе но у нас тут вертолет или самолет извиняюсь вот вису митмит вас а могу не друг удано от нас стоит говорит только будет щеткой и водой чистить а то у нас же есть такой знаете этот керша да с с напором такой да аппарат с напором воды ну ну да еще для такой небольшой грязи его включать на газу раз там вчера же пиццу с вами жарили а теперь надо почистить а что драки герендаются руки замарал ну хорошо что все это видите вы вытаскивается можно вытащить и почистить просверлил ну приз при при сверлил а теперь ведь не вытащил вытащил все равно это а то вот это вот видите он ее при ее здесь не было до было открыто все вот эту при крутил но теперь проблема вытаскивать эту подставку нюмать так погода сегодня видите сами какая ну тепло хоть не не холодно ну так пасмурника хотя не обещали обещали солнце посмотрите что соседи нам принесли вчера же говорила да пиццу давала но вот бутылку пива сосед дал а мне вот шоколад и еще вот один такой да нет нельзя такое говорить ну шаумкус этот безе ну и вот такие вот смятным смятый шоколад сейчас попробую ну вот такие соседи у нас вот нашла один рецепт у немки прочитала но конечно было бы не я если бы не поделал рецепт под себя да значит тут у меня 150 грамм сливочного масла 100 грамм сахара один пакетик ванильного сахара два яйца 375 миллилитров молока и муки у нее в рецепте было 375 грамм муки но я сделала такой мишунг смесь до муки 200 грамм цельнозерновой пшеничной 100 грамм муки высшего сорта и 75 грамм крахмала кукурузного мне кажется так получится еще нежнее ну вот так подделала рецепт под себя мы посмотрим с вами что у меня получится сейчас приступаю к приготовлению теста муки 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 и анни муки д Субтитры сделал DimaTorzok 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 должны быть коричневые ну да не только я бы я сюда их на решетку положу а то они же будут важные стим пассажет не нужно но в тюрьме до нести мясо гриво Ах, ты прав. Ах, нет. У нас нет управления. Нет. У нас есть управление, но у нас нет рецепта. Мы спросили, у нас есть рецепт или как использовать его. Как использовать его было, а рецепта нет. Почему? Почему? Да, здесь нет. Ах, нет. Ну, это очень вкусно. Ну, это очень вкусно. Может быть, может быть, еще немного. Нет, это не бано. Может быть, может быть, нет. Может быть, может быть, немного больше, но не будет. И я думал, что это было. Может быть, может быть, немного остынет, попробую. Что-то не хватает. Сладости маленько не хватает. Ну, не надо. Ну, это очень сладкое. Ну, так ничего. Вроде. Попробуем, ну. И давай попробуем. Ну, это очень вкусно. Да, да. Ну, это очень вкусно. Ну, это очень вкусная. Да, так вот. для первого для первого раза пойдет но еще в сливки взбила есть подруга мне давала компот из груши такие мягкие из-за того что добавила ну сейчас дожарю и подключимся снова вот что в итоге получилось сейчас будем пробовать это у меня сливки такие растительные да не так жирные груша анютка подружка моя мне делала консервированная со своей груш вот наконец-то нашла применение еще буду пробовать говорит из-за киви маленьком такая фруктовая нотка конечно же ну да и не так сухо потому что из-за сливок это очень вкусно это очень вкусно это очень вкусно это очень вкусно есть еще разные сорта шоколады и эрсафты а вот из-за киви да рассказывает мне всякие же бывают сорта и шоколадные вафли можно делать и такие ну не сладкие надо все пробовать садим тоже отнесло ну как спасибо за вафельницу да без света скликлись я это ж бат либо комиссия а то Инга мне уже два дня говорит когда будешь печь пирог она любит но стараюсь часто не печь потому что обед же вот так иногда но вафли быстро получилось где-то у меня 8 вафель хотя рецепт на 10 но из-за того что наверное я цельнозерновую муку взяла было маленько повыще но я еще все таки развела еще молоком чтобы не так сильно густое тесто было ну такие у нас влоги сейчас жевательные все про еду ну а что делать дома на карантине ну а что делать дома на карантине ну а я не знаю ну это еще один съем ну все не гесен лиан ну да вот и сидим то печем то готовим дел по дому нет так как таковых ну тем более в выходные на улице сильно не пошумишь ничего не поделаешь так вот кушаем только уж извиняйте ну присоединяйтесь угощаю вас вафли это такое дело знаете быстрое и в то же время вкусное ну а мне уже все одного хватит фигуру надо беречь я тоже посмотрела знаете на свои видео хорошо что не пересматривала иначе бы если пересматривала наверное бы не выставляла но потом как Инга смотрит вижу уже на компьютере ручки уже маленько животик появился надо маленько себя уже да потому что сейчас мало двигаемся видите на природу не ходим в походы то конечно не хватает да тело организм тренировка нужна то сразу тело дреблеет и шире покушать покушаем поэтому надо мне заканчивать с этими вкусняшками и надеюсь вот два-три дня еще карантин пройдет и задвигаемся наконец-то сейчас покажу еще что Инга в коптилку закинул вот смотрите видно вам мясо закинул именно коптится или коптится как правильно а тут картошку фри жарит ну это такая у нас с горячим воздухом да без масла вот такой сегодня ужин вот сидит караулит свое мясо вот вата стоит это я наблюдаю ну да первый раз горячего копчения потому что летом только горячего копчения да холодным никак температуру уже не снизите вот горячее копчение ну еще второй термометр налепил ну да посмотрим как будет на вкус надо еще сало покоптить купить в магазин еще надо сходить конечно же птички поют и мы уже черешню рвет говорит уже нормальная сейчас попробую дома есть у него я говорит без червяков еще два-три дня и уже можно будет урожай собирать сейчас попробую нету червяков может все таки вот это что мазали да вот это зеленый штукой стволы может помогло ну да надо еще один-два дня чтоб айтсвайтага мусти ноги мы с ног не зову еще два-три дня должна повисеть не окончательно поспела но буду надеяться что червяки не не придут потому что каждый год столько много этой вишни да черешня кушать было невозможно потому что червяки ну посмотрим может все таки помогло это зеленая вязкая жидкость то на стволы везде намазали может какой-то толк от этого есть ну вот что получилось но мусто пробьет экринги попробуй на камеру по моему вкусу немного 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 в следующий раз поменьше соли это для первого раза нормально ну такое горячего копчения сейчас тоже буду пробовать давайте а сто раз без цель чуть-чуть солонковато ну можно еще кушать эти пчелы хотел сказать мухи прилетели тут же мусорки стоят недалеко но я уже заметил в рецептах в рецептах чуть-чуть чуть-чуть он говорит сразу в свой в свою тетрадь с рецептами написал что поменьше надо соли на следующий раз а сейчас вот картошка фри такой вкус как ну как эти картофельные драники что ли или как-то называть по-русски у нас их называют а картофель как картофель и картофель пупа они хорошо не erwartet они такие вкусные ну вот показали вам опять еду приятного аппетита кто тоже кушает Продолжение следует... Продолжение следует... Маленько другого цвета и формы, но тоже красивая. А это вот, видите, Орлеанда, которая вот на Крите цветёт по всей дороге. Диня, как это он купил? Да, это цукляет. Потому что, наверное, горшок маленький. Что-то ему не нравится. Видите? Захерил. Вот это вот дерево такое, знаете, красивое осенью. Листья становятся такие красные-красные. Покажу вам потом осенью. Вот такие ещё прям краснее. Красивые. Ну, посмотрю, что травка наша делает. Уже давно не делала обход. Инга поливает тут свою травку. Ну, да, видите, уже получше, но всё равно была жара несколько дней, и уже сразу желтеет. А эти такие большие, мы их садили, знаете, они были маленькие, сантиметров 30, наверное, 40. Ну, уже здесь вот, сейчас машина проедет. У нас проезжая часть здесь. Уже живём 16 лет. И вот за 16 лет вот такие здоровые вымахали деревья. Вот это тоже садили, думали, оно такое карликовое, да, есть, называется, как же он, ахорн. Не знаю, как по-русски это дерево. Бывает, знаете, карликовые, они не растут, да, вот как посадишь, ну, может, сантиметров 5 вырастут. А это, ну, мы думали, что карликовое купили, а купили нормальное. Вот уже два раза я его подрезала, но он всё равно, видите, вымахивает. Надо опять осенью будет подкромсать, потому что уже сюда ветки. И высоту сильно я не хотела, чтобы было так высоко. Ну, вот так. А тут эти муравьи, наверное, видите, разгребли. Это опять надо всё сжигать огнём. Инга же, видели, да, своей горелкой это всё спаливает. Уже везде вот опять зелёные быстро. У нас, да, я, вы тоже, видите, дерево вот это вот от него. Корни аж прям поднимает камни. Вот так. Округа наша. Смотрите, какая красота вечера. Видите, как настоящие. Это на солярий у нас они. Под солнцем нагреваются. Вот такая прелесть. Ну, на этом буду с вами прощаться. Всего вам доброго, позитивного. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok